Добывать каучук из сока тропического дерева гивеи первыми научились американские индейцы. Натуральный латекс получают из сока гивеи сегодня, но большая часть резины синтезируется химическим путем. Из резины делают шины для автомобилей и шланги для воды, резиновые сапоги и надувные шарики и множество других полезных вещей. Резина обладает многими любопытными свойствами. Она очень сильно растягивается, накапливая энергию, а при сокращении отдает ее. Так можно сделать рогатку или резиновый мотор для авиамодели. Для испытания резины на растяжение мы сделали вот такое приспособление. На одной стороне доски установлен датчик силы, на другой датчик перемещения. Кусок резины за один конец привязан к датчику силы, за другой к подвижной рейке, вставленной в датчик перемещения. Оба датчика присоединены к компьютеру. Включим запись, растянем резину, а теперь отпустим ее и дадим ей сократиться. Еще раз растянем и еще раз отпустим. Мы видим, что график силы при растяжении идет гораздо выше графика силы при сокращении. Такое явление называется гистерезисом. Получается, что сила, с которой мы растягиваем резиновую нить до некоторой длины, оказывается заметно большей по сравнению с силой, которой надо удерживать растянутую ленту на этой же длине при сокращении. Объясним, почему так получается. Молекулы резины – это длинные цепочки из нескольких десятков тысяч атомов. Такая цепочка обычно скатана в клубок, причем соседние клубки сплетаются друг с другом. Когда мы растягиваем и сокращаем резину, молекулярные цепочки продираются друг через друга. Возникающее внутреннее трение препятствует как растяжению, так и сжатию резины. При нагреве резина сокращается, а при охлаждении расширяется. Этим она совсем не похожа на большинство других веществ. Поэтому такое поведение резины называют аномальным. У этого колеса все спицы заменены резиновыми лентами. Если нагреть резину на левой половине колеса, эти ленты сократятся, центр тяжести обода сместится вправо, и колесо начнет вращаться по часовой стрелке. Поставим с одной стороны колеса сильную электрическую лампу, нагревающую резину. Включим лампу. Колесо и в самом деле начало вращаться. И смотрите, оно не останавливается, ведь сокращенные ленты, повернувшись на половину оборота, успевают остыть. Что же, мы построили вечный двигатель? Конечно же нет. Этот двигатель преобразует тепловую энергию электрической лампы накаливания в механическую энергию вращающегося колеса. Коэффициент полезного действия такого двигателя ничтожно мал. Много-много меньше одного процента. Еще одно интересное свойство резины вы можете наблюдать сами. Возьмите в две руки резиновый воздушный шарик, растяните его изо всей силы и тут же приложите к губам. Вы почувствуете, что он заметно нагрелся. Чтобы узнать, на сколько градусов нагревается резина нужен термометр. Обычный термометр не годится, он слишком медленно реагирует на изменение температуры, потому что ему самому нужно долго нагреваться и остывать. Поэтому мы взяли бесконтактный датчик температуры, в котором установлен приемник инфракрасного излучения. Включим датчик. Температура резиновой ленты равна комнатной температуре 29 градусов Цельсия. А теперь растянем резину, что из силы, не отводя ее от датчика. Температура поднялась почти на 10 градусов. А теперь отпустим резину и температура упала почти на 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова